Последний шанс, чтобы отдать свой голос. Сегодня в Абакане завершающий день рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства на 2023 год. К этому моменту определились с выбором 28 тысяч абаканцев. Известны и лидеры голосования. Это территория между школой номер 29 по улице Лермонтова 12 и многоэтажкой на Лермонтова 14. Эта зона набрала почти 9,5 тысяч голосов. На втором месте участок по улице Кедровая в районе КДЦ Красный Абакан. Его выбрали 8 тысяч горожан. На третьем месте парк культуры и отдыха. У него 5 тысяч голосов. На третьем месте парк культуры и отдыха. У него 5 тысяч голосов. У всех нас еще есть шанс повлиять на рейтинг и выбрать территорию, которую нужно привести в порядок. Напомним, для выбора есть 9 дизайн-проектов в самых разных частях города. Голосовать можно с 14 лет. Для этого заходите на сайт 19.городсреда.ру. Авторизация проходит через учетную запись портала госуслуг. Отметим, выбрать можно только одну территорию. В Ширинском районе выбрали нового главу. В минувшие выходные в муниципалитете прошло досрочное голосование. Как сообщает избирком Хакасии, явка избирателей составила 37,31. В избирательный бюллетень были включены 9 кандидатов. В итоге победу в выборах одержал Андрей Диринг, набравший 47,95% голосов. Отметим, до выборов Диринг исполнял обязанности руководителя Ширинского района как первый заместитель главы. Россиян стало больше на 2 миллиона. Российская газета опубликовала предварительные итоги всероссийской переписи населения. С момента последней переписи в 2010 году количество граждан страны выросло на 1,5%. Теперь в России живут 147 миллионов человек. При этом приросло население 28 регионов. Росстат отмечает, что почти весь период с 2010 по 2021 год продолжалась естественная убыль населения. То есть число умерших превышало число родившихся. Также в стране стало на 4 города-миллионника больше. Заветную отметку перешагнули Красноярск, Краснодар, Пермь и Воронеж. За последние 10 лет в Россию въехали для постоянного проживания больше 5 миллионов человек, а больше трех покинули страну. 93,5% этого прироста пришлось на 9 стран бывшего СССР. В тройку лидеров вошли Украина, Казахстан и Таджикистан.